Добрый день, дорогие подписчики, наши слушатели, читатели, но сегодня, скорее всего, зрители. Давайте быстренько пробежимся по тем инструментам, которые всех волнуют. Начнем по традиции с индексов. Индексы у нас берем за основу, естественно, S&P 500 и на базе него смотрим, что происходит во всем мире. Во всем мире происходит падение. Падение не линейное, не ответственное, но падение. От максимумов рынки сократились уже на 10%. Цели все те же по S&P 500 это 4100 и дальнейшее снижение в зону 3600-3800. Зависит это от того, насколько рьяно ФРС будет повышать ставку, потому что понятно, что даже поднятие на 0,5% 4 мая не спасает от двухзначной инфляции. Нужно как минимум догнать ставку хотя бы до 4%. Параллельно перед ФРС стоит практически сложнейшая задача обеспечить приток в трежери США капитала таким образом, чтобы не катастрофически увеличить стоимость обслуживания госдолга, который зашкаливает за 30 трлн долларов. И, собственно, с этой задачей посредством военных действий в центре Европы ФРС пока что успешно справляется. Я думаю, что если что-то начнется в районе Китая и Тайване, это будет еще больше способствовать бегству в доллары. Ну, может быть, наоборот. Посмотрим. Тем не менее, S&P 500 торгуется уже ниже уровня 4 400. Посмотрим на движение на следующей неделе, собственно, когда вот уже все будет совсем близко к заседанию ФРС через неделю. Ну, дальше наш любимый актив под названием золото. Я придерживаюсь той же самой точки зрения, которую придерживаюсь последние несколько лет, что золото – это не убежище. И если с натяжкой его можно назвать убежищем от инфляции, то уж точно никак не от геополитики, что, собственно, золото своим движением подтверждает. Оно пытается играть в игры, оно пытается сделать вид, что оно будет всячески торговаться выше 2000, но я остаюсь при своем прогнозе, что золото к концу года с высокой вероятностью, моя точка зрения, мы увидим на уровнях 1600-1800, но даже ближе, наверное, к 1600. Золото сейчас торгуется в диапазоне 1950, причем настолько долго это делает нудно и мучительно, что даже те апологеты золота, как актива, который спасет их от и геополитики, и от инфляции, от всего, чего только можно, уже перестали постить 5- и 15-минутные графики, на которых бывает просто физический рост золота. Ну, понимаете, что всегда можно подобрать период, на котором будет такой рост, что мама не горюет. Причем внутри дня это будет снижение, но будет пару часов таких, что все в подтверждение того, что золото растет. Вот даже эти апологеты золотой лихорадки начали постить и говорить о том, что давайте смотреть большие периоды, давайте смотреть дневки, давайте смотреть неделю. И, о чудо, там прозвучали фразы о том, что золото торгуется уже несколько, ну, месяц, хорошо, полтора, в диапазоне 1950, да. По-прежнему уровни, ниже которых уже можно уверенно смотреть вниз, это 1915, то есть пару дней закроется ниже 1915, и можно с уверенностью говорить, что, собственно, движение золота началось. Ну, опять же, я всех отсылаю после 4 мая. Давайте посмотрим по валютам, по основным валютным парам, это евро, фунт и иена. Ну, вот евро, если я еще какие-то сомнения испытывал до вчерашнего дня, то вчера прям был классический такой судорожный забег наверх по вымыванию шартов из рынка. Евро, ну, для тех, кто в теме, выросла вчера, ну, просто на ровном месте, на фигуру, причем лихорадочно выросла за три часа. Обычно, когда идет такое выжимание, что называется, с силами, да, когда есть потенциал у тех, кто хочет выжать шартистов, и потом дальше спокойно подождать, пока не наберут позицию, и с еще большей скоростью поехать вниз, позицию вверх набирают те, кого вынесло, да, как правило, переворачиваясь и в голове своей по концепции, и, собственно, в позициях реальных. Так вот, обычно идет движение таким образом, да, то есть день идет, выжимают, 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 закрытие идет на хаях, и следующим днем, вторым идет дожатие, да, идет там еще подъем, там, где-то на полфигуры, на полпроцента. Так вот, вчера этого всего не было, да, евро судорожно за три часа, причем без поддержки, там, фунта, без поддержки других валют, там, ауди, Киеве в одиночку сбегало наверх на фигуру выше 1,09, да, там, один, почти 0,940 было, там, 1,0930 чего-то там, и буквально там этого запала хватило на несколько часов, даже не постояло чуть-чуть, прямо до начала, там, в 11-12, до начала основной торговой сессии в Штатах началось снижение, да, я не нашел, на чем это сбегало, это исключительно был спекулятивный забег, но новостей никаких позитивных не было таких, чтобы евро выросло на фигуру, вот, и, собственно, сейчас мы наблюдаем ее ниже позавчерашнего дня на уровне 1,0813, я напомню, уровень у евро 1,06, там, в районе 50, 1,0650, и это тот уровень, который служит такой последней жесткой поддержкой перед минимум, ну, ближайших вот исторических периодов, минимум в районе 1,03, я думаю, что если закрывается евро ниже 1,065, 1,0650, то дальше, вот, собственно, тот самый уровень 1,03 и прямая дорога к паритету 1 к 1. С фунтом, ну, я, как я сказал, фунт вчера не поддержал этот евровый забег, назовем его так, тем не менее, сегодня вышла статистика, не самая лучшая для фунта, там, объем промышленного производства, данные по инфляции, и я сейчас, ну, если хотите точно, да, то я могу сказать точно, что там-то, ну, выходило, там розничные продажи вышли, базовый индекс розничных продаж, и все, что с этим связано, и ждет нас композитный индекс PMI, да, очень важный, в 11.30, вот буквально через час мы записываем это видео, там, до 11.00, и деловой активности в сфере услуг, PMI, вот, в производственном секторе, и, собственно, посмотрим, что будет с движением фунта, напомню, что фунт чуть более сильно выглядит на всем этом, безобразие снижения относительно доллара, потому что там уже поднята ставка, уже два раза, и Банк Англии настроен достаточно серьезно, я повторюсь, что не вижу особых поводов для фунта упасть ниже 1.21 относительно доллара, но вот сейчас эта валюта торгуется на уровне ниже 1.30, да, тот уровень, за который фунт очень долго держался, вот он сегодня пробит, ну, я могу сказать, что движение, вот, какого там, 20-го года в минимум был, вот, 1.27, но я думаю, что вот его мы увидим в районе 4-го мая, когда будет поднята ставка, сказаны какие-то слова ФРС. Иена продолжает свои, продолжает, ну, относительно продолжает там другими темпами радовать ЦБ Японии, да, собственно, она закрепилась, ну, и болтается там последние несколько дней в районе 128 иен за доллар, что огромный успех для Банка Японии, потому что с начала года ослабела иена относительно доллара на 15%, это огромный успех для Банка Японии, собственно, который вовсю борется с дефляцией, и будет счастлив в малейшей инфляции, да, как мне когда приводят Японию в пример, что вот смотрите, вот Япония начала принимать криптовалюты, да, чуть ли не там в криптообменниках на улице, криптоматах, как они там могут называться, на это я отвечаю, что Япония готова хоть в ракушках морских принимать оплату за товары и услуги, лишь бы, собственно, цены только росли, и был спрос стимулировать, но бережливо японцы, помидуя о кризисе конца прошлого века, да, в 98-м году, в 97-м, да, вот азиатский мощнейший кризис, с тех пор японцы достаточно жесткие, но они всегда экономили, да, они экономят, потребление не очень-то растет, но вот, собственно, в валюте не с чего было бы ослабевать, но, как говорится, не было счастья до несчастья помогло, сейчас вот иена на уровне 128, собственно, и пока там держится. Ну, что еще? Давайте посмотрим на нефть. Нефть делает вид, что она не с нами, да, нефть делает вид, что она падает последние там пару дней, ну, относительно падает, да, если брать там дневной график, то так особо и не падает, и нет никаких критических движений ниже уровня 100 долларов за баррель. Нефть сейчас находится выше, на уровне 108. Посмотрим, насколько вырастет потребление в связи с активным там летним сезоном, открывающимся миром после корида, насколько активно будет летать самолет и ходить танкеры. Ну, пока что ничего особенного в нефти не происходит. На этой неделе идет там торговля в диапазоне, если брать широкий диапазон, то это 100-120, да, там нефть уже раз, два, три, почти четыре раза сходила туда-обратно. Вот, собственно, сейчас там идет попытка движения опять наверх 120, но для начала надо пройти там уровень 115, посмотрим. Значит, по российскому рынку, по рублю. Ну, по рублю не очень, наверное, интересно смотреть на биржевой курс, который там в районе 72, 73, 75. Я думаю, что интересно смотреть на курс в обменниках, да, здесь у каждого банка он свой. Ну, вот там в банке в Москве, в котором я менял, вот мне посчитали по 77. Взяли у меня валюту, и, ну, так получилось, это я не пошел сдавать валюту, это так получилось. Там некий валютный актив, была его оценка. Я пока еще держу его именно в валюте, на валютном счету, и буду снимать чуть позже, к майским праздникам, просто, ну, нужны рубли, да, там, на поездку, на какие-то там каникулы. Вот, и надеюсь, что курс будет повыше, ну, вот именно поближе к заседанию ФРС, наверное, к концу следующей недели, может быть, к 80 доберется. Но, повторюсь, что это курс в достаточно искусственном водоеме, да, который создал наш ЦБ, внешний, собственно, он тоже не сам это создал, потому что это ответная реакция на то, что происходит в геополитическом плане у нашей страны. Ну, вот, остаюсь при своем прогнозе, что курс доллара реальный. Летом, осенью будет в районе сотни. Ну, собственно, осталось подождать недолго. Посмотрим, посмотрим, насколько вообще эта валюта останется платежным средством у нас в стране, насколько она будет разрешена к обороту. Ну, и тем не менее, я остаюсь в своих рекомендациях подушку безопасности держать именно в наличных долларах США. Ну, естественно, часть ее держать в рублях. Что касается рынка, то по объемам торгов мы можем констатировать достаточно уверенное восстановление объемом в 50% от до спецоперационного. Напомню, что в марте, когда были разрешены только внебиржевые сделки, падал объем там до 10% от февральского. Ну, вот сейчас это где-то 50-60%. Ожидаем восстановления рынка, потому что так или иначе идут движения в сторону, скажем так, азиатских рынков, в сторону торговли азиатскими акциями, особенно на фоне того, что нас ждет, ну, если не снижение, то, по крайней мере, не рост на мировых рынках, а я думаю, что ждет снижение. Возможно, какие-то азиатские истории будут интересны в этой связи. Ну, и, собственно, Московская биржа и Санкт-Петербургская очень активно, ну, будем надеяться, что обеи выживут, очень активно смотрят именно в эту сторону. Ожидаем восстановления объемов торгов на Московской бирже. Сейчас пока, ну, что там происходит с акциями, сейчас посмотрим. Пока идет снижение, не могу сказать, что какое-то катастрофическое. Ну, вот, ну, акции Мосбиржи, да, там, и акции ВРТС даже чуть подрастает. Ну, в целом, в целом могу сказать, что да, там сегодня какой-то там небольшой рост. Ну, я думаю, что это, что называется, там, рост, там, в пределах одного-двух процентов. Все равно там и Сбер, и Газпром, и Норникель, они находятся ниже тех уровней, о которых мы с вами говорили. Я думаю, остаюсь при своем прогнозе, что будет еще ниже. Ну, скажем так, если вы не планируете умирать в ближайшее, в течение ближайшего полугода, а планируете жить, развивать и странную экономику, то сейчас, ну, скажем так, ближе к концу года будет прекрасная возможность сформировать в долгую портфель на 3-5 лет. В принципе, это достаточно хорошие уровни, которые мы видим для покупок и нефтянки российской, и металлургов. Ну, в первую очередь, я под металлургами беру Норникель, да, потому что именно он производит те самые металлы, которые востребованы в производстве будущего, ну, и уже и настоящего, да. Это никель, это медь и ежесними. Вот, и на эти акции имеет смысл обратить внимание. Вот последние два обзора выходят, вышли мои, которые, вот мы посмотрели тяжелые акции. Я думаю, что на следующей неделе чуть подробнее остановимся на металлургах и на госкорпорациях, ВТБ и Аэрофлоте в связи с грядущими эмиссиями, в связи с грядущей помощью от государства. Посмотрим, что будет происходить с этими компаниями, напишу свои мысли. Ну, собственно, наверное, все, да. Всем хороших выходных, всем мирного неба над головой и берегите себя и свои семьи. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok